Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 90-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». И в этом уроке очередной виджет-меню. Смотрим. Вот такая у нас иконочка. Кликаем. Вот так вот анимационно выскакивают кнопочки. Причем кнопочки, на первый взгляд, казалось бы, что это просто социальные сети, где, например, находитесь вы, да? Но здесь можно, поверьте мне, загрузить любой цвет и любую иконку. Все виджеты в этом есть. Это похожий виджет, как в прошлом уроке. Здесь также можно добавлять дополнительные кнопки. Вот видите, вот кнопка Skype, WordPress. Вот эта еще кнопка, это все уже добавлено отдельно. И в этом виджете есть другой вообще вид-меню. Давайте это все рассмотрим. Переходим в Adobe Muse. Итак, когда вы установите виджет, откройте папочку, вы увидите здесь пять элементов. Сейчас я вам подробно расскажу, что это значит. То есть, можем начать, например, снизу. Вот, субменю текст. Вытягивайте. Это значит у нас меню, основное меню. Давайте разберемся пока вот с этим элементом. Смотрите, я его просто вытянул, и мы сразу что можем наблюдать. Давайте перейдем в браузер. Есть такая иконочка, и у нас, вы видите, по клику анимационно выскакивает такое серое меню. С ссылками на социальные сети. То есть, по сути, меню у нас уже есть. Все, нам его нужно только настроить. Да, кстати, меню. Вот здесь вот в перспективе видно, что оно закреплено. Вы можете здесь указать другое место закрепления меню. И именно вот эта вот иконочка. Открываем, значит, меню и смотрим. Первое. Меню Icons. Это у нас вот это меню-иконочка. Если я здесь возьму что-то другое. Виджет у нас обновляется. И вы видите, здесь у нас теперь 4 стрелочки. Этой стрелочке можно назначить цвет и размер здесь, ниже. Дальше. Вот эти все опции отвечают за title. Title это у нас уже выезжающее меню и шапка этого меню. Что там написано? Вот я здесь пишу меню. Title, background, заливка для этого меню. Выбираю свою. Title, color. То есть это слово меню, какого цвета делать. Я беру темный, потому что фон светлый. Дальше шрифт для этого слова меню. Дальше title, декорация. У нас по умолчанию выключено. И если откроем список, есть 3 варианта декорации. Давайте какой-нибудь попробуем, посмотрим. Текст, polygon, это выравнивание текста этого. По умолчанию по левому краю. По правому может сделать. И центр. Давайте сделаем по центру. И title, размер. Давайте посмотрим на этом уровне, что получается. Кликаю по кнопочке. И вот вы видите, у нас текст, меню на желтом фоне. И декорация. Это выше такая вот, если ее видно, серая полосочка. Видно, что текст у нас достаточно мелкий. Можно попробовать сделать побольше. Например, 30. Ну и также декорацию. Здесь еще посмотрите. Два варианта, какой вам может быть понравится. Дальше смотрите. Вот это все. Меню, линк. Вот этот весь блок относится к блоку ссылок. Вот линк, background, color. То есть заливка заднего фона за этими линками. Вот смотрите. Я сейчас просто назначу свет. И сразу вам перейду в браузер, чтобы вы понимали, где это находится. Кликаем по иконочке. Вот вы сразу видите. Кстати, вот декорация, меню, перечеркнутый текст. Можно даже так делать. Вот вы видите, вот эта заливка, где у нас, вот они, Google, Twitter, Facebook. И вот это все темно-зеленое. Только что сейчас я поменял цвет. То есть вы видели это, где я сделал. Вот здесь вот я возьму даже, наверное, светло-желтый. Дальше. Шрифт для ссылок к меню, которые будут там находиться. Размер для этих ссылок. Выравнивание этих ссылок. Также декорация. Можно какой-то выбрать вариант. Text Color. Белый идет у нас. У нас подложка Background светло-желтый. Давайте сделаем темно-зеленый. Text Color. Hover Color. При наведении. Давайте сделаем темно-зеленый. И немножко сменим еще оттенок. Дальше. Active Color. То есть активная кнопка. Давайте посмотрим, что это значит. Возьмем, например, красную. И еще один какой-то вариант цвета. Коричневый. Давайте посмотрим, что это за такой цвет. Где это находится. И пойдем в браузер. Светло-зеленый. Это у нас оказывается сами вот эти ссылки. Вот. И когда я кликаю, видите, появляется красный цвет. Вот что значит активная кнопка. Но если я кликну, у меня перебросит на сайт. Я кликать не буду. Я просто удерживаю мышь, чтобы вам показать, какие цвета, где это все меняется. Поэтому здесь пускай будет у меня темно-зеленый. Следующие настройки. Border Color. Border это рамочка. Давайте выберем какой-то цвет у рамочки. И два пикселя ниже я сделаю толщину этой рамочки. И у нас здесь с вами остается три ссылки, которые здесь возможно сделать. Google, Twitter, Facebook. То есть здесь вы переименуете вообще на свое. Напишу демо. Адрес вешайте свой. То есть это не обязательно должны быть социальные ссылки. Правильно? Смотрим. Вот видите, разделяют кнопки желтые полоски. Вот это border. Это как раз таки вот это разделение. И вот они, демо-демо, переименованные на мои ссылки меню. С этим виджетом мы разобрались, как сюда мы можем добавить еще пунктов меню. В этом виджете также можно добавлять дополнительные пункты меню. Мы раскрываем библиотеку. Идем в наш виджет. Смотрите, мы брали субменю текст. Для него идут add more. То есть добавить еще текст-линк. То есть добавить еще пунктов меню по-русски. То есть вот тот пункт меню, который я выделил. Мы вытягиваем его. И получается, что мы можем добавить неограниченное количество таких меню. То есть вы здесь пишите, например. И адрес сюда пишите. Или внутренний, или внешний. Неважно. Вот добавил с демо 5 сюда пункт меню. Таким образом можно добавить неограниченное количество пунктов меню. Дальше мы делаем то же самое. Вы уже догадываетесь, да? Дубликат и демо 6. Смотрим. И вот добавляется демо 6. Видите, не так все и сложно. Вот такое у нас меню. Дальше рассмотрим другое меню. Другое меню не работает вместе с этим меню. Мы удаляем все эти элементы. Идем в библиотеку. И смотрите, смотрим дальше. Вот мы брали сайт меню. Теперь берем сайт меню icons. То есть это уже меню такое с иконками. С такими большими площадями под иконки, да? То есть прямо в пункты меню вставляются иконки. То есть не обязательно социальные сети должны быть. Вот вытягиваем его. Сейчас его разберем. И потом у нас, смотрите, можно добавить add more еще иконок. Или можно еще добавить add more full icons. То есть добавить все иконки. Там маленький виджет, но в списке можно выбрать большое количество иконок. Сейчас мы до этого дойдем. Давайте посмотрим эти настройки. Вот мы виджет перенесли с вами на холст. Сразу в перспективе вы можете здесь закрепить в браузере. Обратите внимание, по умолчанию у нас стоит точка в левом верхнем углу. Можете это поменять. И давайте посмотрим, что у нас получается по умолчанию. Вот эта серая кнопочка. Вот такие у нас менюшки. Да, три менюшки. Сбоку выскакивает. Вы видели какие-то цвета. Здесь все то же самое. То есть меню icon. Это вот это меню. Первоначально вот эти плитки. Выбираете какой-то свой или оставляете тот же. Icon color. Цвет для нее. Размер. И background color. Давайте сменим цвет и посмотрим, что за background. Переходим в браузер. Иконка якорь. И вот background вы видите, сзади такая заливка. Подложка под наши кнопки. Вот. В принципе оставим как есть. Вот этот весь блок отвечает уже за title. Title, который у нас опять же в шапке нашего меню. Над всеми кнопками. Здесь можете писать что-нибудь. Я пишу меню. И все то же самое. Вы уже должны закрытыми глазами это делать. В принципе. Title background. То есть заливка. Вот этого верхнего блока. Например, я беру другого цвета. Title color. То есть цвет текста на этом блоке. Беру темно-зеленый. Дальше идет шрифт для этого текста. Выравнивание. По умолчанию по центру. И title size. Размер этого текста. Делаю 30. Смотрим в браузере. И вот оно, пожалуйста. Только что я сделал меню 30. Размер увеличил. Написал здесь по-русски, во-первых. Темно-зеленый. На светло-зеленом фоне. Вот это и есть шапочка меню. Дальше у нас идут, обратите внимание, настройки под три социальные кнопки. Вот этот весь блок отвечает за одну кнопку. Вот этот блок за вторую. И третий за третью. Все очень просто. Первое. Выбирайте иконку. То есть у нас по умолчанию Google. Вы можете выбрать какую-то другую. Например, вот я выберу Google+. Background Color. Заливка данной кнопки. Выбирайте какой-то свой цвет. Ну, соответственно, ссылку на эту кнопку. Иконка на этой кнопке. Вот это Google+. Какого цвета? Выбираем. Если вы взяли Background, значит, светлый. Значит, темный. Темная должна быть иконка, чтобы ее было видно. И иконка при наведении. На какой менять цвет. Ну, возьму, например, какой-нибудь светлый нежелательно ставить, да, при наведении. Ну, по темнее возьму. Все. Вот эти две элемента вы уже без меня сможете настроить, да. Вот последние две иконки. В браузере смотрим. Вот она, Google+, синяя кнопка, которую вы видели только что я с вами вместе ее делал. И при наведении, вот она темно-зеленая, при наведении еще становится темнее. Разобрались, значит, с этой частью виджета. Теперь как к ней добавить дополнительные такие кнопки. Идем обратно в библиотеку. Смотрим, смотрите, add more еще иконок. Вот это увидим мы элемент виджета и перетаскиваем сюда. И таким образом мы можем добавлять по две таких кнопки. То есть, смотрите, эти кнопки, они без вот этого виджета, они не будут работать. То есть, они будут висеть, их будет видно, и они ничего значить не будут. А вот сейчас я их расположил сюда, их не будет здесь видно, они будут видны только в меню. И вот здесь иконки выбираете опять, Vimeo, это сервис видеохостинга, да, значит, заливка для, например, данной кнопки URL, на эту кнопку вешается иконка на ней, делайте как вы хотите. И при наведении, все то же самое. И тут дальше идут, например, YouTube. Также здесь все можете поменять на свое. То есть, я просто перебросил сюда вот часть виджета, и у меня сразу приплюсовалось две кнопки, которые я очень быстро смогу настроить. Давайте посмотрим. А вот они у нас подгрузились, вот Vimeo, а вот кнопка YouTube. И смотрите, если нужно вот так вот по две кнопочки в ряд, чтобы они были, то вы дублируете виджет. Вот вы видите, да, у нас в следующем поместилось Vimeo и YouTube. Что мы делаем? Мы зажимаем Alt, делаем дубликат этого виджета. Здесь обязательно меняем, вот VK даже есть в ВКонтакте, социальная сеть. Возьмем свойственный ей цвет. И YouTube здесь тоже можем на что-нибудь поменять. И давайте посмотрим, получилось ли сделать такой дубликат. Идем в браузер. Запускаем меню. И вот вы видите, добавилась кнопка ВКонтакте. И еще одна кнопочка, да? И теперь вы видите, внизу одна кнопка, занимающая большое пространство, целых две кнопки. Как можем вот такие кнопки получить? Идем обратно в библиотеку. И теперь вытягиваем Add More Full Icons. Вытягиваем на холст. И здесь уже у нас, вот в этом списке, огромное количество, просто огромное количество всяких иконок. Выбираем иконку, меняем цвет, бэкграунд заливка, меняем ссылку, иконка цвет и иконка при наведении. Все то же самое, вы уже должны все это уметь делать. И смотрим в браузере. И также можно вот эту иконку, одиночную, большую, да, сделать неограниченное количество. То есть меню, по сути, у нас без ограничений. Смотрим. И вот у нас, вы видите, снизу такая фиолетовая кнопочка, которую я только что выбрал. Вот такой вот замечательный виджет меню. С двумя вообще разными видами меню. И в каждом меню можно добавлять неограниченные пункты меню. На этом урок закончен. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok